Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Ромбальская. У Минска новый мэр Андрей Шорец назначен председателем Минградсполкома. Соответствующее решение принял сегодня президент. Прежде Андрей Шорец занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства, а также был в составе рабочей группы по решению проблем в этой сфере. Президент особое внимание обратил на работу группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства и о результатах и тех мерах, которые уже реализованы. И поставил задачу о внедрении всех новых мероприятий на территории города Минска. Минск должен стать тем плацдармом, на котором все предложения рабочей группы будут реализованы в полной мере и в первую очередь. Я заверил главу государства, что оказано мне высокое доверие, и я постараюсь полностью оправдать. Представляя столичному активу нового мэра Минска, глава администрации президента Беларуси отметил, что определяющими факторами при назначении на эту должность стали опыт, знания и профессионализм. К слову, к выполнению своих обязанностей новый руководитель приступит после утверждения его кандидатуры депутатами на внеочередной сессии Мингорсовета 10 ноября. Добрая традиция. В канун красной даты в столице открыли десятки социально значимых объектов. Так, во Фрунденском районе на улице Каменогорска и маленьких посетителей принял новый детский сад. Заведение рассчитано на 340 мест и оборудовано по последнему слову техники. Воспитанники смогут заниматься в физкультурном и тренажерном залах, в бассейне и посещать специально оборудованные игровые комнаты. Для нас этот праздник, наверное, больше, чем для детей, когда вот ребенка можно отдать уже сюда к воспитателям, чтобы уже с ними квалифицированно занимались. Наконец-то дождались мы этого радостного события. Я очень хочу ходить в новый детский сад. Ключи от второго дома сегодня вручили студентам Белорусского национального технического университета. На улице Сурганово после реконструкции распахнуло свои двери общежитие номер 9. Обновленное здание рассчитано почти на 400 мест. Кроме комфортабельных жилых блоков, распоряжение студентов учебные классы, тренажерный зал и столовая. В итоге настал тот день, когда мы можем присутствовать на открытии этого общежития и с нетерпением ждем заселения туда. Отдельная комната очень хорошая, поэтому с нетерпением мы уже хотим там обжить и превратить это в наш собственный маленький дом. В едином ключе Центр общественных организаций и политических партий открылся сегодня в Ленинском районе. Новое учреждение станет еще одной площадкой для работы во благо общих социальных идей. В здании разместятся офисы более десятка общественных организаций. К слову, первый такой прогрессивный центр появился во Фрунденском районе в 2011 году. Мне нравится расположение. В прошлый раз нам приходилось ехать далеко от нашего места для того, чтобы поговорить или решить какие-нибудь важные вопросы с организацией БРСМ. А теперь мой дом находится совсем рядом и никуда не нужно будет ходить. А вот в Центральном районе сегодня прошел настоящий спортивный праздник. В Белорусском государственном университете физической культуры презентовали новый бассейн. Десять дорожек по 50 метров и вышки для прыжков в воду будут доступны не только студентам и спортсменам, но и всем желающим. Водный комплекс соответствует всем международным стандартам и полностью пригоден для проведения соревнований мирового уровня. А с 1 сентября в университете открыт еще и легкоатлетический манеж с уникальным беговым покрытием. Этот комплекс тоже претендует на проведение чемпионата Европы по легкой атлетике. База состоит в целом бассейн из трех чаш. Чаши для плавания 50 метров, которые мы с вами видим на 10 дорожек. Чаши для прыжков 30 на 30. Чаши для обучения плаванию 25 метровая. Благодаря этому подарку мы добьемся новых результатов, самых-самых лучших на соревнованиях разного ранга. А чем запомнилась Минчанам первая неделя ноября, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Хожу на вождение, стою нормально за счет, но им было вчера день рождения. Неделя у меня заполнилась только учеба, я готовлюсь к дипломному проекту. Сегодня ровно 9 месяцев нашим отношениям. Дочка внучку родила в Санкт-Петербурге. Основное событие. Так что рады, что у нас внучка появилась. Будем ждать летом в гости. Я с ребенком все время нахожусь. Вот на горке катаемся с Никиткой. Приехала с дачи, на которой была все лето. Сейчас навожу порядки в квартире, к празднику готовимся. Новые городские подробности в понедельник в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова